Друзья, всем огромный привет! С вами Аня Bookspace. На календаре у нас сегодня 1 апреля, за окном у нас солнечный день в Питере, потихонечку-то снег, но как бы уже положено, по идее, календарная весна. Так вот, я подумала, что сегодня чудесный повод наконец-то начать мою неделю чтения фантастики с вами вместе. Я уже выбрала официально ту самую тройку, с которой и начнется мой путь в фантастику. Самое интересное это то, что у меня здесь и фантастика классическая, и фантастика современная. Поэтому я, по крайней мере, буду нащупывать, что вообще мне интересно в этом жанре. Во-первых, самое главное, я взяла классику-преклассику этой фантастики Герберта Уэллса, и его «Машину времени», и «Человека-невидимку». Наслышана нереально хорошими, добрыми отзывами от моих зрителей по поводу именно этого автора и этих его работ. Водушевлена нереально. Я была бы не я, если бы не решила идти по хардкору, по хардкору, и взяла себе на чтение, ну, буквально, знаете, вот первые шаги фантастики. Хм, с чего бы начать? Давайте возьмем ложную слепоту Петера Уотца. Разумеется, я иронизирую само собой, говорят, что это не самое простое чтение, это вот прям твердая-притвердая научная фантастика, что бы это ни значило. Ну, по крайней мере, я чуть-чуть знаю, что если фантастика твердая, то здесь будет очень много терминов, очень много науки, возможно, это будет слишком сложно, но я училась на элитрофаке. И, наверное, эту неделю я бы хотела начать именно с этой книги, потому что уж на нее отзывы были просто конфета. Это «Дети времени» Адриана Чайковски. Далекое будущее закончилась эпоха мировой гражданской войны. Последние остатки человеческого рода покинули умирающую землю в поисках нового дома. Следуя звездным картам своих предков, они находят свинчайшие сокровища прошлой эры, терраформированные и подготовленные к жизни человека мир. Это удобно. Но Эдем не ждет их пустой и свободной. Новые цари природы восстали из жучайшего кошмара. Теперь обе цивилизации столкнутся в жестокой борьбе за существование. Судьба общества висит на волоске, кто унаследует новую землю. Слушайте, ну вообще нереально захватывающая аннотация, я вам скажу. И на самом-то деле я уже знаю, какая именно здесь раса захватила ту самую терраформированную планету. И я не знаю, насколько это спойлерно. Вообще, как бы, по идее, по идее, это спойлерно. Но вот когда я эту книгу вам представляла в покупках, я уже эту аннотацию вам пересказала. И знаете, именно этот спойлер мне и продал книгу с подрохами, в принципе. Очень хочу поделиться первой главой, пока вот я ее прочитала, и пока вот все же впечатления. Во-первых, это офигенно интересно, даже уже с первой главы. Во-вторых, я вот не знаю, есть ли по этому поводу экранизация, но я бы посмотрел. Что у нас здесь? Человечество пытается терраформировать планеты, заселить их обезьянами, выпустить на них вирус специальный, чтобы он максимально быстро их продвинул под спочки эволюции. Не за миллионы лет, а за пару сотен лет. И чтобы вот они, как боги, с орбиты, где они ждут это превращение по эволюционной ветке, сошли бы и как бы вот жили на этой планете как боги. Хорошая идея так-то, но кое-что вот здесь уже сразу пошло не так. Здесь у нас рассуждение Доктор Кёрн о том, какая она офигенная, это все сделала она. Вот благодаря ей это все случается, бла-бла-бла. Почему, в принципе, вот это вот делают, для чего считают эти реформирования, если есть люди и, в принципе, группировки, которые считают, что как бы мы не должны никуда лезть, исходя вот за рамки природы выдуманной и тому подобное. Есть интересная фраза. Почему вообще это делается? Ибо мы боги, и нам одиноко, и потому мы будем творить. Собственно говоря, план был хорош, план был хорош, но кое-что пошло очень даже не так. И теперь будущее новой планеты будет за другой расой. Ну да, да, вот. Уже вторая глава, вы уже понимаете, что там вообще будет происходить. К счастью, друзья, я дилемму свою решила. Дилемму с тем, рассказывать ли вам вообще про то, кто будет наследовать вот эту самую реформированную Землю, кого коснется вирус, если не обезьян. И я думала, блин, вот это вот, как все говорят, спойлер, это спойлер, ребята, этот спойлер раскрывается на 31 странице. Ну камон, какой это спойлер? Ну блин, первая глава, ну вы чё? И на самом-то деле именно это в своё время меня очень сильно побудило эту книгу прочитать. По крайней мере, мне было дико интересно, как так получилось, что из обезьян, которые должны были заразиться специальным модифицированным вирусом, чтобы развиться очень быстро, да, в цивилизацию, как вместо этого это приняли паучки. Пауки, понимаете? Вообще, ничего себе, блин. Знаете, о книге у меня сейчас весьма и весьма такое меланхоличное настроение, просто потому что тема, где последние остатки людей ищут себе пристанище, где-то в космосе, и ещё не уверены, что найдут, ну реально вызывают такое, знаете, настроение порассуждать о жизни, вселенной и вообще. Но при этом в книге мало меланхолии. Здесь, в принципе, весьма-весьма жёсткий слог и очень мало рефлексий от людей. Ну как бы если ты 2000 лет находишься в стазисе, вряд ли ты способен вот сейчас как бы рассуждать, а как же так вот про жизнь, вселенную и вообще, ну как бы скорее всего нет. Поэтому, возможно, я могу предположить, что книга покажется кому-то суховатой. У нас здесь последние остатки людей, вот буквально вот с руин Земли, ищут себе новый дом и приближаются вот к той самой терраформированной планете с новыми обитателями. Но при этом у них на пути стоит капсула, спасительная с тем самым доктором Керн, которая, собственно говоря, и была главным зачинщиком всего мероприятия. Вот реально отчаянная, то есть как бы она готова реально вот на всё, чтобы эксперимент прошёл нормально, хотя как бы куда уже нормально, но... Что было тут особенно интересно, это то, что этот учёный Керн, она оцифровала своё сознание, чтобы дождаться помощи. Но за 2000 лет, а то как бы возможно и больше, кое-что пошло не так. Снова. И знаете, блин, это было так жутко, честно говоря, в какой-то степени. Ну то есть в книге реально мало эмоций, реально мало за что можно уцепиться в плане эмпатии, эмпатичном. Но вот этот момент, где показывали вот её рассуждения по отношению к новым колонистам, аж прям мурашки были по телу, правда. И я вот здесь на моменте, где эти люди, остатки людей, узнают, что там вовсе не обезьяна как бы на планете обитают, не какая-то негребаная обезьяна, Бурнулкарст. Ну как бы да. Слушайте, по поводу паучков, по поводу паучков. На самом-то деле, я думала, что будет хуже гораздо. Я думала, что у меня будет просто, знаете, пот холодно по спине ручьём течь, но нет. Возможно, я просто ограничиваю свою фантазию и представляю от себя паучков, но в духе паучка, как же его звали, Карл Густав, я вот не помню, маленького паучка, такого мультяшного, пушистого, красивого, такого, не-не-не, I'm starving, вот этого вот. Что в книге меня особенно подкупает, это то, как вообще автор показывает и рассказывает быт пауков и их становление цивилизацией, то, как они общаются. Знаковый язык пятибальп в ясную погоду обеспечивает общение на расстоянии более мили, но не подходит для сложных переговоров. Более сложный язык топания и вибрации не передаются по земле или ветки достаточно далеко. Чтобы вести свободный и открытый обмен мнениями, одна из местных самок плетёт паутину, которая растягивается между несколькими деревьями, достаточно большую, чтобы все поставили несколько лап на её многочисленные точки опоры и следили за ходом разговора. То есть они распитают паутину, ставят свои лапки и каким-то образом вот так перебивают, ну, типа, не знаю, морзянкой, не морзянкой, но, короче, получается, что они общаются вот топанем, цоканем и своими вот маленькими пятибальпами вот так вот общаются. И при этом здесь достаточно вменяемый разговор, и не просто «А, у, 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 уходи!» а прямо на какие-то более прогрессивные, это так классно. Слушайте, что ещё меня окончательно очаровало в этой книге, это то, что главная героиня «Паучок» порция, она обнаружила на небе блуждающую звезду, при этом она осознала, что как бы это не звезда, это вот нечто другое, потому что она по-другому совершенно двигается, а это вот тот самый спутник, точнее, вышедший на орбиту спасательная капсула, «Замурованный доктор Керн», ну так вот, отличила её от других звёзд и подумала, что, ну, это как бы блуждающий путешественник, наверное, примерно паукообразный. И что, блин, самое клёвое, что это пока что самое начало, вот реально самое-самое начало. Я вот на третьей части «Война» с весьма и весьма называющим названием, ну, короче, вот. Так, друзья мои, я к вам с маленьким отчётом, и, пожалуйста, звук ладан на камере не пугайтесь, потому что я сняла верхний микрофон, потому что на нём были помехи, поэтому я буду говорить вот на этот погромче слегка, на сам микрофон камеры, вот. У меня такой интересный вопрос. Насколько синхронизировано время конкретно этой капсулы и планеты с пауками? Мне кажется, есть такое ощущение, что у нас слегка флэш-форварды с колониями, а конкретно про пауков слегка, знаете, вот в прошлое время не рассказывают, потому что я уверена, что при встрече, ну, скорее всего, пауки будут более развитые. Ну, предполагаю. Знаете, что ещё тут особенно любопытно? Это то, что у пауков тут по факту уклад жизненный матриархат. И рассказывается, как порция, по крайней мере, одна из порций своих поколений, приезжает в город и рассказывается про их быт и уклад. Самцы в обществе по факту украшения, развлечения, просто удовольствие, дополнительное удовольствие жизни самок. Она, самка, может или убить его, или съесть, что считается огромной честью для жертвы. Хотя порция и подозревает, что самцы относятся к этому иначе. Вообще, тут очень любопытна была сцена. Во-первых, у них там войны с муравьями, и рассказывается о том, какие у них есть приспособления, какие у них есть разные оружия, одеяния для этого. Ты просто пытаешься, знаете, направлять свою фантазию, чтобы понять, как вообще у муравьев появились железные шлемы, например. Короче, забавная тема, получается, максимально без спойлеров, что здесь часть людей все-таки пришли в контакт с пауками. В итоге одна из людей осталась, и, короче, там эти ученые-пауки исследовали многолетние. И озадаченные ученые на основе многолетних исследований пришли к выводу, что гигант, видимо, очень простое существо, невидимо созданное для выполнения работ, рассчитанное для его громадных размеров и сил, но не более сообразительное, чем паусин или плевун, а может даже и менее. Это они к тому думали, что она не могла никаким образом общаться, женщина, потому что они же общаются в вибрации, там, через стук педипарь своих и, в принципе, лапок. Тут тоже был такой вывод, что слишком странно полагать, что она общается через то же отверстие, через которое ест. Это как бы слишком неудобно. На самом-то деле, именно такие главы очень здорово читаются, потому что смотреть с другой стороны, вообще с другой точки зрения на происходящее, тем более с точки зрения другой расы, это прям вообще необычно очень. Сейчас здесь исследуют планеты дополнительные, и это очень сильно напоминает мне Интерстеллар, где они изучали планету Миллер, показатели физические, то есть там уровень кислорода, гравитацию и прочее-прочее. Но предыдущие моменты мне очень сильно напоминали, знаете что, фильм Прометей, очень даже здесь же, больше-больше пока что Интерстеллар. Но посмотрим, я на серединке. Ситуация к этому часу. Менеджер дрыхнет. Я, ну как бы читаю, читаю, честно говоря, смотрю обзор от ОМГеймс, ребят, точнее их летсплей, новолуния от Увы Розенберга, который Пэшворк, мой любимый, сделал. Что-то я так залипа на этот летсплей. Что-то прям кайф. По поводу Детей Времени, пока что вот на серединке у меня слегка-слегка провисает интерес книги. Чуть-чуть там есть моменты скучноватые, есть немножко как будто бы, знаете, слегка затянутая их эволюция. Ну, движение есть. Вот сейчас вот на этом месте, вот как раз они будут ровно на середине, пауки наконец-то поняли, что нужно как бы отправить обратно сигнал с ответом. Я не знаю, который сейчас час, но меня знатно утащила эта книга в свои недры. Без пяти полно 4 апреля, и сегодня я читала совсем мало, потому что утром встречалась с девчонками. Сюли, Баксура, Мисс Ирой, Котовой, Смашей, Покусаевой. Вот, пока ехала в метро, читала Детей Времени, приехала домой, сделала дела, села читать вечером, и что-то так залипло, наконец-то тут прям вот прям потащило повествование. Не сказала бы, что где-то было неинтересно, просто какой-то момент, но чуть-чуть совсем в серединке, вот ближе к серединке, было ровненько, скажем так. Но вот сейчас прям настолько пошли обороты мощные в сюжете, обалдеть просто. И да, это шикарная подушка для того, чтобы я не уснула, потому что я держу нормально шею, и не залипаю в подушке, короче, всё здесь по плану на самом-то деле. Ладно, хочу зафиксировать свои впечатления буквально за 150 страниц до финала этой книги. Это просто бомба, на самом-то деле я не ожидала, что это будет настолько интересно. Хотя, нет, лукавлю, я ожидала, что будет настолько интересно. Тут две ветки повествования, само собой, одна у нас на корабле про людей, а другая про обитателей планеты, про пауков. И вот тут интересный момент, что они обе клёвые, обе любопытные, но в разной степени. Вот ветка на корабле, она такая, знаете, более кинематографичная, она более дерзкая, она более резкая. Там куча событий происходит. При этом линия пауков, она тоже любопытная, но скорее в контексте созидания, я бы сказала. Вы даже не представляете, насколько круто тут афро разворачивается в построении истории вот этой вот расы пауков. В плане политики, в плане социальных пластов, в плане экономики, в плане технического прогресса. Я сижу такая просто с офигевшим лицом. Я не думаю, что это будет вам спойлер, скорее всего нет, но вот здесь, вот на этом месте примерно, да, пауки уже как бы в космос летят. Но вообще мне было наиболее интересно читать не конкретно про их войны, хотя я думаю, что поклонники тоже найдутся, а конкретно про формирование социального общества. Слушай, все-таки Матриархат и один из пауков Фабиана, один из поколений этого Фабиана, да, он как раз-таки пытается прорваться в социальном плане и такие интересные мысли толкает. И я думаю, блин, а вот насколько это сейчас актуально. Я вот сейчас, наверное, на самом интересном, потому что этого бедного Холстена уже который раз будет, напоминает очень сильно, знаете, что чуть-чуть Интерстеллара там, где Купера будет, и он такой, где я, что я, какой я сейчас год, вот то же самое каждый раз. И вот сейчас уже будут максимальные обороты вот на этом прекрасном движке, посмотрим, как бы, как вообще будут взаимодействовать одна раз с другой, что будет с планетой, ну, как бы и вообще. Я хочу буквально два комментария дать вам со спойлерами, вот на этом этапе спойлерами, потому что мне хочется это дело зафиксировать, вот, то, что здесь это было, это было очень клёво, но при этом я боюсь, что я потом при анализе прочитанного я это дело забуду. Поэтому буквально по свежим следам и со спойлерами. Слушайте, во-первых, мне так импонирует в книге то, что автор ещё сюда вплетает религиозную составляющую, ну, то есть это вера в посланника и вот всё такое прочее, что пауки принимают сигнал, что есть какой-то высший разум, и что, как бы, в честь него строят храмы, и вот это всё дело здесь культивируется. Ну, это ж просто бомба. А ещё что ж мне здесь такое понравилось, я думала, что я только так камеру возьму и тогда вам расскажу. А, вот, короче, что, что они пытаются с своим богом общаться и подозревают, по крайней мере, возможно, Бьянк подозревает, что, возможно, это не огромный паук над ними стоит. Особо малопонимание обнаруживается в основном в вопросах поседневности. Посланник явно не в курсе, во-первых, то, что там происходит на планете. Более того, описательные средства обычно не срабатывают. Сущность способна довольно примитивно воспринимать визуальное описание, однако любой язык, окрашенный богатым сенсориумом паука, осязанием, вкусом при переводе теряется. И, опять же, здесь столько клёвых мелочей именно вот в части про пауков и более такая динамичная, бодрая, кинематографичная про людей. Хотя и там, кстати, вот тоже тема, в принципе, мы сейчас со спойлерами же говорим, правда? Правда же? Тоже эта тема про Гюина и про... Да я посланник, я проводник, я пастырь человечества. Тоже классная штука. Я ещё такое люблю, когда фантастика, знаете, врывается в фантастику что-то из страстей человека. Пара-пара-пара. Ну что, ребята, я дочитала эти теми времени и, чёрт возьми, как это было классно. Я всё гадала, какая же тут будет концовка, потому что, знаете, осталось там буквально, может быть, страничек 20 до конца, 20-30, а там вот самый замес. Я же такая, да блин, да почему, да как так, а сколько будет кульминации? И на самом-то деле вот здесь кульминация мощная, финал коротенький, но он такой вкусный. Как грамотно автор здесь книгу закончил, ну прям вообще. Ну, короче, очень-очень-очень мне книга впечатлила, прям классная. Я рада, что я её прочитала, и мы будем потихонечку двигаться дальше. Короче, я решила следующей книгой в нашем марафоне фантастики. Я, наверное, возьму Уэлса. У Уэлса у меня есть, кстати, аудиокниги, что мне знатно облегчает задачу. Знаете, что я заметила? Вот чем более уважаем какой-нибудь классик, будь то классик фантастики, фэнтези любой литературы, то тем более размыты аннотации. Точнее, их тут вообще нету. Чтобы не являлась объектом обличения в Уэлсовских романах, козни подземных рабов-морлоков, бездействия богачей Элоев или иллюзии всемогущества и безнаказанности самонедельного учёного, возможно, я так раз-таки говорю про это, За сто с лишним лет, прошедших со дня публикации «Машины времени» и «Человека-невидимки», человеческие пороки и слабости не сильно изменились. О, стало быть, актуалочка подъехала, а это интересно. Так, о чём у нас «Машина времени»? Книга описывает путешествие изобретателя «Машины времени» в будущее. Основа сюжета — увлекательные приключения главного героя в мире, находящегося через 800 тысяч лет. 800 тысяч лет, описывая которые автор сходил с негативных тенденциями развития современного ему капиталистического общества. Кроме этого, в романе впервые описано множество идей, относящихся к путешествиям во времени, которые ещё долго не потеряют своей привлекательности для читателей и авторов новых произведений. Слушайте, ну это понятно, что как бы книга про «Машину времени», про путешествие во времени логично, что, чёрт возьми, 800 тысяч лет. И «Человек-невидимка» у нас с вами написано в 1897 году. Аннотация. Невидимость возможна, только став невидимкой, можно столкнуться с трудностями. А если невидимый станет человек такой, как Гриффин, помешанный эгоист, желающий установить свою диктатуру, это сулит обществу серьёзные проблемы. Вот, вот, это я понимаю, хорошая аннотация. Так, пока я гуляла, немножко почитала «Машину времени», в принципе, уже там мне осталось буквально на страничке 50, я закончу. Потому что интересуются, как мне нравится. Вообще, классная книжка. Как я и читала на фадлабе, видно очень, что здесь именно авторское видение будущего капитализма, расслоения общества, к чему может привести и тому подобное. Видимо, его такой протест в первой книге выражается. Легко гипертрофировано, конечно, но, знаете, написано увлекательно для конца 19 века. Не потому, что я там какое-то предубеждение имею к этой литературе, но обычно для меня она скучна. А тут прям увлекательно-преувлекательно. Здесь, в принципе, история начинается с того, что некий путешественник по времени, по времени, не вовремени, а по времени, он рассказывает про свои приключения. И для начала он просто демонстрирует машину, все такие хи-хи-ха-ха, а потом он опаздывает на свой же обед, приходит полностью весь грязный, рваный, у него нет обуви, ноги все в крови, он накидывается на мясо, забивает себе трубку табаком, явно после какого-то ужасного путешествия, а потом, видимо, вот рассказывает. И вот что с ним было в будущем. И опять же, да, он, получается, проник на 800 тысяч лет вперед. Ну и, в принципе, именно здесь, получается, про Морлоков и Эллоев, именно самые первые книги «Машины времени», что общество разделилось вот на две касты, но если я вам это дело перескажу, то вам, в принципе, нечего будет считать. Здесь буквально 130 страничек, ребят. Слушайте, не такое уж и приятно это путешествие во времени оказалось, ну, с точки зрения, вот, Уэллса. Я бы даже сказала, что это такая антиутопия, перерастающая чуть-чуть в экзистенциальный ужас. Очень мраженное настроение от книги создается, вот, по крайней мере, на... Ну, практически вот на финал. Да, у меня осталась буквально одна глава. Ну, а если говорить со спойлерами, буквально в двух словах, просто опишу свои впечатления. Вообще нереально смело то, что автор выбирает настолько крутые масштабы, настолько длинные дистанции, там, миллионы, миллионы, миллионы лет, да, и здесь герой наблюдает уже всё, гаснувшее солнце, точнее, она сначала раздувается, потому что водород выгорает, и потом она будет гаснуть. Нет уже там ни людей, ничего, только там разное, ракообразное, прям как в тёмной башне на пляже, но, блин, ну, мрачно, реально очень-очень-очень-очень мрачно. По сравнению с тем, что я прочитала в «Детях времени», какое там будущее у человечества, вот это будущее, ну, как прям-прям... Ноль из десяти не рекомендую. Я, в принципе, опять же, понимаю, для чего эта повесть писалась, то есть здесь прям прямыми цитатами, знаете, уже не то, что там герои думают, а то, что автор там вещает всем. Вот до чего доводит капитализм, бла-бла-бла, там все разные свои общества ещё больше расслаиваются, вот к чему это может привести, да посмотрите же вы. И тому подобное, обрамляемое фантастикой. Я больше прикалываюсь по фантастике, но мысли автора понимаю. Такие вот дела. И вот сейчас, кстати, сейчас они по времени возвращаются, видимо, будут им рассказывать. Ну, теперь, в принципе, понятно, чего он в таком виде приехал. В таком раздрае, весь грязный, без башмаков, весь в крови, сразу кинулся поесть. Ну, короче, знаете, не самое романтичное путешествие, что я видела, в принципе, во времени, точнее, по времени. Слушайте, погода в Питере, конечно, как кисельная барышня, в плане того, что у нас утром была метель, в обед было полностью солнечно, сейчас снова метель. Фантастическая неделя в разгаре. Я в процессе чтения человека-невидимки. Более локальная история, чем машина времени, конкретно про человека, у которого вот такая вот особенность, то, что он невидим. И здесь, на самом-то деле, очень много движа. Он практически сразу попадается своей особенностью в трактире, и теперь за него объявлена охота, все его боятся. И тот факт, что он невидим еще больше разыгрывает у себя воображение, короче, да. И еще к тому же у него не самый гладкий характер, скажем так. В общем, он еще встречает сейчас своего одного знакомого из прошлого, пытается как бы с ним там скинтоваться. Посмотрим, к чему это может привести. Ну что, друзья, это считала я. Человека-невидимку. Вообще, это весьма и весьма печальная поместь, скажем так. Но при этом очень захватывающая. Не знаю, я читала ее буквально, вот, оторваться не могла. Хотя, казалось бы, я, в принципе, классику читаю, знаете, вот с таким смиренным уважением, скажем так. Здесь же для меня было вот неожиданно то, что это будет увлекательно. Я просто думала, что ну прочту, попробую, посмотрю. Но поскольку вот реально все нравятся, думаю, ну, возможно, это будет классно. Это классно. Вообще, очень клево показал автор характер персонажа. Он, так знаете, здорово вырисовывается со временем, потому что изначально нам кажется, что он, ну, слегка эксцентричный, ну, слегка нервный, но только как бы оно и понятно, исходя из его ситуации, да. Потому что я так поняла, что обратного действия он либо не открыл, либо не хотел открывать. И постоянные нападки на него в духе того, что, ааа, ты опасен, но какой-то ужасный. Первые, первые главы мне казалось, что это, ну, чтобы преувеличение, но хотелось бы, чтобы его поняли. А дальше вот прям пошла такая головомойка. И кукушку так сорвало у персонажа, ну, прям. Мне вообще кажется, что такая способность, невидимость, она очень сильно развязывает руки, даже вот в плане морального аспекта. Ну, просто потому что кто захотел бы быть невидимым, во благо добра, ну, вот кто? Ну, вот как бы, как себе это можно представить? Да, в принципе, никак. Меня ещё очень прикалывали такие моменты в книге, где вот ему нужно было поесть, где, не знаю, ему нужно было одеться, потому что холодно, а он такой, ммм, тогда я потеряю свою способность, а будто бы он ей дофига пользуется. Ну, как бы, потом уже он ей начал пользоваться, потому что уже крышу снесло у человека, да? А по факту она ему для чего нужна? Что вот какой я крутой, властный и классный, да? Кстати, очень сильно я ловила вайбы у этой книги с буквально, ну, да, осенью, кажется, я прочитывала Ади Ларю, вот то же самое примерно. То есть абсолютно одинокий человек, которого не воспринимают другие. Это к какой-то степени, я полагаю, кукушку прям срывает. Странно, кстати, что у Ади Ларю, у Витории Шваб, с этим было всё в порядке. Что ещё вам нужно по этому поводу знать, что здесь персонаж — это антигерой, это до какой-то степени злодей, чёрт возьми. То есть это не про дужку хорошего персонажа, учёного, вот таких вот обстоятельствах как бы нет, ребят, нет. Здесь персонаж, ну, прям злодейский. Поэтому мне, в принципе, было вдвойне любопытно посмотреть, как вообще автор покажет его мотивацию в поступках, как вообще у него психика трансформировалась. И да, это показано, особенно вот в разговоре с Керном. И что потом было, то читаешь такой, думаешь, нифига себе. То есть чувак так реально думает. Это я вам просто стараюсь без спойлеров говорить. Вечерние забавности, ребят. Открываю я тут себе аудиокнию Князева, и нахожусь здесь вкладочку инкогнито. Ну, типа невидимка. Тоже в шляпе и тоже в очках. Бинтов, правда, не хватает. Забавно. Я тут же не читаю. Я просто салипать уже зашила, и всё. Там, говорят, сложная книга, поэтому завтра почитаю, короче. Доброе утро, ребята. Я тут с вами в шестом дне марафона. Начинаю читать ложную слепоту. И чёт мне пока так нравится. Но, слушайте, 18 первых страниц. Я слушаю в аудио с Князевым на минимальной скорости. То есть, не как я обычно это дело слушаю. Прочту вам вот этот маленький кусочек. Вот так мы и вылезли из гробов. Пять трупов на полставки. Голых, иссохших, едва способны шевелиться даже в невесомности. Мы поднимались из саркофагов точно бабочки, вырванные до срока из коконов и наполовину оставшиеся гусеницами. Одинокие, затерявшиеся в пространстве, беспомощные. В таком состоянии с большим трудом вспоминаю, что никто бы не стал рисковать нашими шкурами, если бы это не было так важно. Слушайте, ну вообще пробуждение у них из такого условного статуса на редкость необычная. То есть, я в принципе читала мало фантастики, да, но вот подобного пробуждения и подобной технологии замораживания людей в полетах я еще не видела. Вампиры рулят. Тут есть такой момент интересный, как раз, вот, рассказ про, видимо, первый контакт, точнее, первые звоночки-эсэмэски от другого разума. И фраза «звезды падали», я же такая, о, это прям тем же голосом, что князев читал под куплом, там же тоже розовые звезды падают. Здесь тоже звезды падали, окутывали сеткой небосвод, блин, так классно. Немножко сложновато, потому что приходится концентрироваться буквально на каждом слове. Информации много, она так же витиевато, красиво описана. Я пока что с большим удовольствием слушаю. И как бы да, как бы да, фантастическая неделя в своем репертуаре, что с погодой, что с книгами. Если честно, я не ожидала, что в ложной слепоте будет так много про людей. То есть я ожидала, что будет больше, там, про технику, про контакт, про вот эти снизенные технологии. Есть очень много технологий, но при этом они так здорово завязаны именно на людских страстях и, в принципе, на людских чувствах. Прям круто. Сейчас я на главе про Вознесение, про героя Сири. Нереально интересно. Слушай, тут такое дело очень странное. Мне настолько сильно нравится, что я вот прихожу и перечитываю заново вот те же куски. Не потому что я там что-то не поняла и тому подобное, просто хочется еще раз это прочитать. Про восхождение, про то, как мать этого Сири пошла в восхождение. Там получается, это похоже очень сильно, знаете, на что? На серию «Черного зеркала» про рай виртуальный. Вот то же самое, что люди уходят на восхождение, в свой виртуальный рай к виртуальным богам, что с ними можно общаться, там, к ним можно приходить, в их виртуальной реальности там проводить время. Ну, короче, прям настолько, знаете, здорово автор показывает все эти моменты и с технологией, и с эмоциями по этому поводу. Ну, прям кайфец. Почему тут это? Это герой вспоминает день, когда они впервые увидели огни. Помните, вы сами на первых страницах? Там все началось со светочков, ими же и закончилось. И, блин, всего 30 страниц, а столько информации. Я теперь понимаю, почему книга читается неспешно и чуть-чуть тяжеловато для многих. То есть здесь нужно вот прям все свое время и все свое внимание вот прям класть на алтарь этой книги и внимать ее. То есть мимоходом, как бы, знаете, вот за делами, там, за какой-то работой, это не получится прочитать, скорее всего. Общаемся по поводу ложной слепоты со Светой. Спрашивают меня, скрипит ли мозг? Я такая, ну так, чуть-чуть. Но она говорит, что, в принципе, да, только так и могли показать достоверность того, что люди там другие и по-другому мыслят. По поводу книги я ее слегка миксую. Я ее чуть-чуть читаю и слушаю в аудиоформате. Читаю я немножко, в основном слушаю. Мне очень нравится, как Князев классно голоса героев обыгрывает, потому что у нас здесь есть герой по имени Банда Четырех. У этой девушки, получается, еще три внутренних героини, ну, как бы, субличности, да, и он их считает отдельными голосами. И это прям офигенно клево. Очень-очень-очень плотный текст. Читается нереально интересно, особенно про вампиров. То есть тут, получается, люди в свое время вампиров возродили. То есть как бы они были, просто вымерли. Но люди решили их возродить для того, чтобы вампиры им, типа, помогали, вот, в их технологиях и тому подобное. Но при этом, да, они как бы хищники. Короче, вампиры в космосе. Это не то, что я ждала от ложной слепоты, но это офигенно интересно. Вот я бы не сказала, что это слишком сложно мне читается, но просто надо такое ощущение, что как будто бы это, знаете, вот плод любви учебника по физике и, не знаю, сборника поэзии. Потому что, с одной стороны, дохренен терминов, а с другой стороны, очень красиво написано. Показываю вам вечерний Питер. Девятый час. Небо ясное. О, ничего себе, фантастическая неделя. Я тут на прогулке с собакой слушала момент. Без поля расскажу, где, короче, Бейтс вела себя очень странно. Ну, типа, ты ранена? Нет. Всё в порядке? Нет. Я шла, у меня аж мурашки по коже шли. И я, опять же, я слушала вот именно в аудиоформате, в исполнении Князева, это просто бомба. Как он голосом играет, мне очень сильно нравится. Я знаю, что не все нравятся, как Князев раз звучит именно женские голоса. Мне норм. Мне классно. И я понимаю, что вот именно этот момент, именно эта сцена в аудиоозвучке, ну, нереально тащит. Единственное, я вот думаю, как мне сейчас завершать фантастическую неделю. Потому что у меня уже как бы восьмой день, но по факту седьмой я читаю. И мне ещё 200 страниц. Я не знаю, успею ли сегодня. Возможно, слегка захвачу завтрашний кусочек. Правда, завтра мы переезжаем. В другой район и будет совершенно не до съёмки. Ну, значит, сегодня сидим до глубокой ночи, скорее всего, читая ложную слепоту. Кстати, вот именно вот здесь, в этом моменте с Бейтс, вот там как раз-таки впервые, что я лично обожаю в книгах, вырисовывается название. Как раз-таки именно вон там говорит один из героев, Шпингель, это была ложная слепота. И там чуть-чуть объясняется терминами, что это такое. Я очень люблю моменты, где всплывает название. Стало быть, именно вот здесь что-то очень важное, закопанное. Прям нужно на это обратить внимание. Ну что, мы тут с моим новым другом, новым плюшевым другом, говорим вам, что тут начинается самое-самое интересное. Как раз-таки вот вся команда начинает разбираться с тем самым кораблём, или даже вот не кораблём вовсе. Чё-то там происходит очень нехорошее, но как бы выбора нет. Сами же ехали пообщаться, но вот, короче, общаются они теперь. Ситуация к этому часу. Я вот здесь сделала закладочку, чтобы определить, где конкретно качается книга, где начинаются уже авторские примечания. И, короче, уже всё. Вот мы собираемся. Ах, ты тут пришёл поиграться, мне тут всё предвзято дело притащил. И я буду вот за оставшиеся книжки, господи, ложе мой, опять комплектовать вот в коробке. И тем временем слушаю аудиокнигу, так что просто перемещаю аккуратненько закладочку. Так, друзья мои, спустя два переезда я нашла самый удобный способ паковать книги. Показываю вам, ловите лайфхак. Берёте плёнку, немножечко от неё откатываете. Вот столько плёнки. Важно, на какой стороны. Важно, чтобы у вас вот так вот, посмотрите, вот здесь, было немножко такой угол надянутый. То есть, чтобы это был такой покатный угол. Не снизу, чтобы шла плёнка, а вот так, чтобы сверху шла плёнка. Берёте стопку важных, самых важных ваших книг, ставите их ребром, где-то вот так. То есть, тут тут была немножко плёнка, и вот там у вас была плёночка. Вы их прижимаете. В чём прикол такой плёнки? Что она у вас уже вот так вот будет идти сама катиться по книгам. Вы их закатываете. Раз, два. Видите, плёнка сама как бы уже их упаковывает. Вы не делаете ничего. Просто аккуратненько переворачиваете книги, и плёнка сама вам упаковывает и обрезает. Вот. Самый быстрый, самый удобный. Рекомендую. Что, ребят, сегодня у нас с вами бонусный день. Бонусный для недели чтения, потому что она, по идее, должна была заканчиваться у меня вчера. Но вчера у нас был очередной переезд. Я скоро буду прям, знаете, абсолютно спокойно к этому относиться. Короче, я решила всё-таки добить ложную слепоту, чтобы вам хотя бы зафиксировать финальное впечатление о книге. Вот поставила здесь закладку до приложения, и посчитаю последний вот страничник 80, и уже с вами поделюсь, как мне это вообще. Я вчера прочитала до страницы, кажется, 380 или 360 в аудиоформате, но потом поняла, что, господи, кажется, я ничего не запомнила, потому что я вот ходила с коробками, разбиралась, но потом я вот сижу сейчас с утра, перечитываю это дело. И, блин, я говорю, что тут сейчас такое выясняется по поводу вот этого внеземного разума. Ты сидишь такой, прям у тебя прям пув-пув-пув вот это вот всё в голове. Обалдеть. Муж сказал, кстати, что он читал ложную слепоту, он вспомнил обложку. Он сказал, там вот про это и про это я такая, да, это вот про то. Он сказал, что ему это было слишком странно, вот на его вкус фантастики. Мне странно, но мне при этом прикольно. То есть мне нравится, хотя иногда, признаться, мне прям вот шарниры прям скрипят в голове. От того, что здесь все персонажи, они как бы из будущего, вот мне же в принципе подсказывала Света, что они здесь все из будущего, и они не будут как бы разжевывать все эти слова для кого-нибудь попаданцев, вот типа нас с вами. Они общаются так, они привыкли общаться вот такими вот суровыми терминами. И по поводу главного героя, Сири Китона, которого мы видели вот на первой главе, он в этой команде, он типа смотрящий. То есть он по факту ничего таким прям суперполезным не занимается, он просто фиксирует все, что происходит. И при этом он фиксирует не просто, что происходит, а ну что на самом деле предполагали сказать его вот товарищу по команде. И вот здесь сейчас, вот на этом моменте, вот в моменте с его товарищем по команде, Юкой, вампиром, тут такая хрень происходит. Я же такая... Вот как раз таки вот на этом месте я поняла вчера, что у меня мозг просто поплыл. Я такая, блин, кажется, я целой кусок пропустила, такое ощущение, а нет. Ну, короче, пока вот мне считается, мне интересно, что будет в развязке очень сильно. И что-то, в принципе, вот по материалам. Но материалы я уже прочту за неделю чтения, мне вот сам факт интересно зафиксировать эмоции на развязку. Может, какой-то бессмысленный алгоритм обрабатывал входящие данные, соотносил крайне метрические показатели и движения мимических мышц, сдавал результат программе вывода, сознавая себя не больше, чем статистический график, и в лице твари передо мной было не больше смысла, чем во всех других лицах, не слышно вопящих ей вслед. И вот так вот полкниги, друзья мои. Вроде бы, знаете, есть какой-то мощный приключал, прям, вау, суперинтересно. А потом такой, так, а теперь читаем супер внимательно, как учебник электроники в универе, Аня. Как-то вот так. Я понимаю, что это нарочно автором выбрано, чтобы не упрощать саму идею, саму книгу. Но иногда бывает туговато. Ну, вот честно, даже вот мне, инженера по образованию, да вроде бы читаешь, вроде бы всё понятно, но, блин, всё-таки в художке я немножко по-другому свой мозг задействую, скажем так. Ну, как-то вот так. Ну, что просто вы были в курсе. Фух, ребят, дочитала я ложную слепоту. Может, мне мешает снимать, но я всё-таки попробую это сделать. Смешно тебе, да? Да, будешь тренироваться. Я не люблю... Это будет, это самое, метеориты падать, с инопланетянина падать, жена такая... Сегодня поговорим про книгу. Да, сегодня про книжечки. Слушай, на самом-то деле, на самом-то деле, вот ближе к финалу я понимала, что здесь не будет какого-то эпичного, прям блокбастерного финала. Кульминация. А потом как будто бы, знаете, герой с закатом рассказывает, что там произошло, как бы, ну, по итогу. Я же такая, ага. Но здесь, наверное, главный прикол книги не в блокбастерной развязке, а вот в том послевкусе, который потом даётся. Мне там кто-то из подписчиков ВКонтакте скинул хороший видос. Не снимали ложную слепоту, а как по ней делали хай-концепт. Такой клип классный. Я посмотрела, и я вот не знаю, можно ли мне вам его рекомендовать, потому что мне кажется, что он спойлерный. Ну, блин, как бы, да, там спойлер, там финальную фразу, потом в конце говорят, в конце этого клипа. Так что нет, он спойлерный, ребята. Вы только после прочтения можете полирнуть им впечатление о книге. И вот концепт там реально очень клёвый. И знаете, многие моменты, которые вы, возможно, чуть-чуть могли бы, или я, например, не догнать, именно в визуальной составляющей книги, вот там очень здорово это показано на точке зрения визуала. И сам Роршах, и Инопланетяне, и, в принципе, вот как выглядел Тизей, и как это взаимодействие какое-то было. Очень красиво. Вообще-то там такая классная музыка была, и очень красивые кадры. Прям очень достойная работа. Постараюсь вам не забыть ссылочку в комментариях оставить. В книге просто овер, овер, овер много философии космической. То есть она здесь как будто бы вот вы консервишку за консервишкой раскрываете из ваших запасов и начинаете это дело переваривать. Это очень интересно, действительно. Мне, как любителю именно персонажа, очень понравились герои, реально. Очень классно. Вот эта тема с многоядерниками, именно Джеймс, просто офигенно. То есть это как бы не расщепление личности, это вот фича, а не баг, что называется. Это именно многоядерность разных личностей. Это прям классно. Ещё интересный момент здесь именно с вампиром, которые обоснованы с точки зрения науки. Это прям автор, как говорится, держи себе мои деньги. Это было офигенно, реально. Юка Сарасти отличный персонаж. Ну, в принципе, друзья, всё. Мы поменяли локацию. У нас закончился марафон фантастики. И это было очень и очень клёво. Клёво. У меня марафон, вот знаете, получился вот на редкость классно. То есть все три книги, четыре по факту, там было две Уэллса, мне очень зашли. Короче, классно было. Я очень здорово провела время. Закинула себе в мой багаж фантастики ещё четыре клёвые книги. Стараюсь переварить свои впечатления и уже подробненько с вами поделюсь в прочитанном. Сжато, объёмно. Кому рекомендую, кому не рекомендую. Ну и вообще. Всё, друзья. С вами была Аня Кабыч. Скоро мы уже увидимся обязательно. Всё, ребят. Всем пока и до встречи.